Друзья, в житии преподобной Марии Египетской, которую мы сегодня слышали в храмах, есть один интересный момент. Традиция монастыря, где-то затерянного в пустыне, либо на краю пустыни, где подвязался старец Зосима. В прощенное воскресенье они все причащались, обнимались, просили друг друга прощения и уходили каждый своим путем в ту самую пустыню. И кто-то из них к Пасхе не возвращался, то есть его Господь там забирал. А кто-то встречал каких-то таинственных подвижников, отшельников или еще кого-то. А кто-то встречал, был прям близок к смерти, да, может быть его скорпион там хотел укусить или еще что-то. Вот они еще более усиливали свой подвиг. И для них Великий Пост был настоящим приключением, не только духовным, но и телесным. Для нас с вами, к сожалению, чаще всего Великий Пост – это всего лишь отказ от еды, какое-то уменьшенное потребление информации, может быть, ну там плюс еще стараемся больше молиться. Но все это как-то отрывочно, нецельно. Вот остается всего лишь одна неделя до конца Великого Поста. Уже в следующую пятницу, если не ошибаюсь, будут петься песнопения в храмах, что душеполезную совершив четырехдесятницу, да, душеполезные сорок дней завершились. Здесь осталась неделя. И это видео – это короткое просто напоминание о том, что все, пост кончается, как мы подойдем к второсной седьмой сети, подготовились мы или нет, вообще был ли у нас в этом году пост, или как-то он пробежал мимо нас. И вот давайте эту последнюю неделю постараемся провести. Я даже не говорю, что просто строго, скучно, уныло, нет, наоборот. Так, как проводили ее, с каким настроением проводили ее вот эти древние монахи, с настроением смирения, покаяния, вручения себя в руки Божьи и ухода в пустыню. Может быть, это будет пустыня нашего сердца или пустыня молитвы. Ну, молитва, в смысле, нерассеянная, да, вот этими житейскими всякими мыслями. Или что-то еще. Каждый из нас знает, какой подвиг для него возможен. Но давайте эту последнюю неделю не пропустим мимо себя. И, кстати, у нас тоже есть, мы придумали интересную штуку. В течение ближайшей недели мы будем каждый день разыгрывать наши открытки к Великому посту, про которые мы рассказывали уже вам в видео. Поэтому повторяться не будем. Просто среди всех, кто оставит комментарий к завтрашнему вечеру под этим видео внизу, случайным образом мы выберем одного человека и отправим ему бесплатный комплект из пяти открыток. И так будем делать в течение, ну, с каждым видео в течение ближайшей недели. Все с Божьей помощью, не забываем, что еще чуть-чуть Великий пост пройдет, и мы, возможно, будем переживать, что вот, не успели, не подумали, не попостились нормально. Хотя бы последнюю недельку соберемся и превратим это в приключение в хорошем смысле слова. Продолжение следует...